Добрый день, еще раз на камеру. Я сегодня хочу рассказать о своем таком подвиграющем проекте, который у меня стоит на паузе. Он развивается какими-то такими медленными шагами, и мне нужна идейная поддержка, экспертная поддержка, либо золотой такой пинок с дальнейшим шагом. Я маленькую такую предысторию делаю. Я создаю такую форму бизнеса, где каждый с каждым соединяется, имеет такую возможность, и это нейросеть. Это сеть, в которой можно строить такой совместный бизнес ситуационный, где очень быстро люди собираются, выполняют какую-то задачку. И у нас работает наша тема служба групповых закупок, и мы зашли на рынок стройки, и за год мы сейчас там уже начинаем диктовать старичкам, как вообще, собственно говоря, нужно жить. Потому что мы играем за потребителя, и у нас на первом месте стоят отношения. Мы продаем философию, мы продаем отношения, и наш проект «Домолад» – это положительные эмоции на строительном бизнесе. И так не смотрел никто, и мы очень хорошо идем. Но как некакой инструмент, как вообще двигаться, как выстраивать отношения между собой, нужно просто уметь это делать, и к людям очень большие требования. То есть у нас большие требования на качество людей. То есть помимо того, что он должен обладать какими-то профессиональными знаниями, он еще должен обладать качеством и уметь выстраивать отношения. И здесь мы как раз столкнулись на то, что есть некоторые люди, и он такой как человечек, и у него есть развито, допустим, где-то там разви голова, вот такой вот тутум огромный, а там, допустим, чувства и тело маленькие, развитое. Есть люди наоборот, они такие, знаете, как тело огромное, оно бесчувственное и без мозгов. Да, ну и вот разные такие. А есть вот у него душа нараспашку, но ни тела, ни мозгов, ничего нет. И в этом плане попадаются люди, у которых гармонично все связано. Слышно ли, он целостный, у него и с мозгами все в порядке, и душа у него, чувства, он эмоционально вообще развитый, он умеет общаться эмоциями. И тело у него тоже развито, да, то есть, ну, и он гармоничный. И в этом плане, там, где тренировать тело, ну, в принципе, понятно, то есть, эта инфраструктура есть, она создана. Там, где тренировать мозги, тоже инфраструктура есть, вся школа, вся наша система образования, она тренирует только мозги. А вот получается, что найти место, где потренировать вот эту вот именно эмоциональную часть, чувственную часть, я не нашел, для себя искал. И обнаружил такую очень интересную штуку, что единственное место, где тренируют, это театральное училище, музыкальное училище и спецшколы. Но меня в музыкалку не взяли, почему? Потому что у них не нужно обучать всех. Они берут просто большую кучу людей, говорят, нажми на нотки, да, то есть, мне сказали, там, угадай нотку, я не попал. Мне сказали, все, пошел вон, ты, ну, не годишься. И я понимаю, что под таких, как я, эта система, она не заточена в принципе, потому что не нужно всех делать музыкантами, гораздо проще найти одаренного человека, природного такого, имеющего природные таланты, и вложиться в него. Я столкнулся с тем, что все вот эти вот тренинги, все системы образования, развитие вот этих чувственных, эмоциональных состояний под меня вообще не заточены, потому что они в основном ведутся преподавателям той системы, и они меня больше калечили, нежели чем развивали. И я, увидев эту нишу, начал для себя искать какие-то инструменты, наполучал большую-большую кучу подзатыльников таких вот тут, собственно говоря, и нашел. И решил создать тренажер, который позволяет натренировать интонации. Потому что, когда мы говорим, у нас очень много информации идет через интонации. А люди, не только как тело движется, но еще и с тембром голоса. И я не различал это вообще в принципе, я даже не знал, что такое бывает. Мне постоянно люди говорили, ты что орешь? Да я не ору, я просто говорю, я этого не замечал. И до каких-то пор пока не начал жить с человеком, который живет именно вот этой частью. И мы с ним как вот на разных этажах общались. И после этого, когда я как системщик, как аналитик, раскопал это вот все через мозги, то есть я, знаете, как я лечил глант через гинекологию, собственно говоря, но дотянулся, дотянулся и на себе это отрепетировал. И у меня возникла такая очень интересная идея. Я однажды попросил вот такого, ну, гуру эмоциональной вот этой технологии, и он мне, прям при мне, взял и слово тут же мне выписал все интонации, которые в принципе, ну, бывают. Причем человек, ну, ну, просто, я его достал, напиши мне на листочке, он просто сел, дры-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. А как это, дры-ды-ды говорит, он без подготовки, без ничего, для меня это был просто шок, для того, что оказывается так можно. А для него это просто нормальное явление, почему? Потому что он этого не замечает, он так привык. Я после этого пошел в студию, в звукозаписывающую студию, нашел, отобрал голосового такого, ну, профессионального человека, который обучился управлять голосом певца. И мы в студии записывали слово абракадабру с разными интонациями. И я когда его писал, она там повторяет, я тоже, естественно, это слышу, начинаю повторять, я чувствую, у меня начинает шевелиться лицо. Я думаю, что за такое, да? И я где-то там с пятого, с десятого раза начал, ой, мне показалось, что я попал, ну, внутри, внутренним голосом. То есть я начинаю говорить вперед, не я, как бы я это сказал. И тут я чувствую, я попадаю, она точно так же говорит. Меня это так взбодрило, и я чувствую, у меня лицо зашевелилось. Я сразу же снимаю фотостудию, приглашаю туда 5-7 человек, мы несколько раз снимали, сажу их перед фотокамерой, фотограф фотографирует, и мы повторяем те записи, которые мы записали в звукостудии. Я просто хотел посмотреть, как меняется лицо, может, это мое такое свойство, либо у разных людей оно меняется. И я обратил внимание, что, оказывается, вот разные люди вообще по типу, ну, просто вот так вот, можно сказать, что с улицы, да? А изменения у них происходят приблизительно одинаково. То есть у меня есть целая куча фотографий, на которых одни и те же люди просто сидят, и у них разные выражения. Особенно, когда ты меняешь там из-за злости, и просишь его сказать, там, «Абракадабра!» или еще что-то, ну, в таком духе. И потом, допустим, там, «Абракадабра!» Ну, и вот, и лицо меняется, и это такая зарядка. Мы, короче, выдержали только час. Через час было такое ощущение, как после спортзала, но только не телесная вот эта, знаете, усталость такая, кайф такой, а именно вот где-то внутри душевная такая радость и с другой стороны усталость. И профессиональная певичка тоже не смогла писать больше часа, потому что она сказала, что она ни разу с этим не сталкивалась, потому что песня поется обычно в одной, ну, в двух тональностях, три этого предела. А я ей там 48 попросил записать в течение часа. И после того, когда она несколько раз попрыгала, там, злость, радость, удовольствие, грусть, она насытилась в такое, насыщаяся в такое состояние, сказала, «Я больше не хочу!» И не могу! Вот. И что я сделал после этого? Я пригласил программиста, и мы с ним написали программу, которая позволяет выбрать для себя какие-то нужные интонации, записать их на флешку, как повторялку такую, да? И просто садишься в машину, там, либо на диск вставляешь, либо флешку, и тебе из машины оттуда, из колонок говорят, а ты повторяешь, и говорят, повторяешь. И как такой некоторый тренажер, ты можешь ехать за рулем и тренироваться. И через это ты можешь просто-напросто, ну, как в таком режиме попал-не попал, и ты сам слышишь это. И мне было достаточно два раза побывать в студии звукозаписывающей, и три раза мы снимали фотостудию и проводили вот эти эксперименты. После чего я начал понимать маленьких ребятишек, то есть ребенок не умеет разговаривать, приезжаю к брату, я понимаю, он такой, а-а-а, я ему раз даю, а-а-а, но я понимаю, что здесь он меня благодарит, здесь он меня просит. По большому счету в интонациях есть все такие способы, которые позволяют мне с ним коммуницировать. Я тупо с ним перестаю там, все, 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 пусть, пусть, я начинаю, если он что-то делает не то, я ему говорю, а-а-а-а-а, он сразу меня понимает. если он тает и мы с ним общаемся вообще то все у нас там мир дружба любой жвачка вот ему это понравилось отец уберет на руки он естественно со мной начинает продолжать разговаривать на своем вот этом языке отец такой перечет у нас капризничать отец его мой брат все вот эти вот его позывы эмоциональные у него есть просто одно если он как-то и выражает свои эмоции значит капризничать и вот это вот обратил внимание и я начал понимать кошек я начал на работе да то есть я четко вижу где у нас какие конфликты их очень часто разрешаю именно вот такими способами этим инструментом но я понимаю что его можно сделать как бизнес я понимаю что как инструмент который позволяет но просто зайти и натренировать и после этого научиться вообще вот в людях вот четко видите понимать вот этот язык язык животных людей мало того что я с ребятами на секстрине там были там негры китайцы но международная я просто по приколу решил с ними пообщаться и мы друг друга тоже понимаем почему потому что неважно какой у тебя язык интонации они где-то внутри генетически заложены они что китайца что у нас они одинаковые и я слушая их я вообще не понимаю их языка но по интонациям я понимаю о чем они говорят суть приблизительно контекст происходящего это объяснение что после литра водки в человека вот люди начинают общаться ритм мозги менять и вопрос вопрос мне нужна идея идея по поводу такого золотого пинка для запуска этого проекта как бизнеса то есть как некоторый тренажер который позволяет заходить в интернет в программу либо закачивать для себя тренажер для машины и в принципе продавать это как бизнес и мне нужна идея как сделать из этой идеи бизнес я понимаю что для того чтобы просто стартануть нужно где-то в пределах 50 тысяч прототип который всего 10 тысяч мало то что мне его написали мне сейчас нужно просто десятку отдать и он у меня уже будет и что-то где-то вот вот не хватает вот это вот золотого пенделя почему потому что ну уже вот второй год вот эта идея которая ну в принципе то да давайте мне записывать французском утром проходит две недели истории жизни такой же ничего ничего не проснулся и он не говорит по-французски про билет я не понимаю а я его не конечно не понимаю да ему по-английски отвечая не говорю по французски а он мне говорит в ответ по французски следующую фразу которую я понял сразу он ведь вот уроды например на следующие как билет спросить так никто по французски не говорит и я понимаю что ему нужно было приставить это его там мозг таком парителю и так идея идея первая даже не идея рекомендация есть бизнес-видео называется национальные тона то есть америка не знаю если все правильно английском это американская система то есть и вообще утверждается что эмоциональный тонна состоянии человек в котором находится есть воодушевление например то вот то что вы расписали их ну если я все правильно помню порядка 18 из таких национальных но четко разберетесь гнев страх воодушевление нам счет и есть ну во-первых идея классно то есть она супер на и так вот утверждается что дети по эмоциональной слонам могут летать самые низкие до самой верхней очень легко люди становятся слея у них выделяется основной эмоциональный тон потом которым они живут и чем старше мы становимся тем меньше мы можем колебаться вот эта штука разрывает такую вещь если ей тренироваться ты будешь возвращаться к состоянию ребенка если я на ребенку сейчас на своего смотрю я счастливее человек просто не знаю не потому что он все время смеется и там у него все хорошо нет он просто испытывает в эти моменты безумного счастья гораздо чаще чем я потому что он вот так вот летать да у него провалился вниз прошло три секунды он вернулся вверх и вот в суммарном выражении счастью больше идея продаж то есть куда вот это растаскивать первое то есть это тренинг для продавцов железобетонная вещь который в обязательном порядке и самый смешной что проводится очень легко утром собрал продавцов то есть от тестировал на отдел подарки получил заряд притом если ее чуть-чуть оптимизирует и посмотреть какую какие часы вот какое время какие давать для продавцов ну просто это пять минут включения разных тонов на 8 страдки бодрые зажигающие иногда даже вставляющие агрессивные вещи к вечеру успокаивающие что учет чтобы отпустила еще вот поиграться вторая вещь железобетонная которая работает это для персональщиков знать все тона определять их и легко распределять это точно работа персональщика психолога мы когда подбираем людей мы изначально рисуем какие-то портреты какой человек должен мы его представляем как-то как оценивать и узнаем если это будет отцифрованная вещь то есть мы грубо говоря то есть научиться воспринимать его тона и сесть в конце совсем скажешь так парень а вот в этих в этих в этих в этих пока наш не наш все сразу распределяет еще с ним делать плюс если ты умеешь этим пользоваться ведение разговора умеешь слушать и пользоваться это переговорная часть всех участвовать в переговорах тренировать работать еще одна вещь то есть для людей у которых вообще в принципе проблем признан не верю в себе все значит тренировать командный голос выражения все знают и на самом деле то есть когда ты этот командный город у вас тренируешь убейся вот и начинаешь чувство себя увидит когда ты начинаешь то есть когда как я один из или я когда я только начинал он демонстрировал командный голос комнате вот когда он хорошо идет голос такой что девушка и вот когда ты начинаешь так говорить то есть когда станет голос начинает линей неуверенность и чувствует невозможно это и людям кто там но либо на просто считается отмышком агрессивным либо не хватает уверенности то есть это психологический центр там где по развития людей то просто как продукт с точки зрения в интернете продавать смотри сейчас ты хочешь сузить сейчас очень четко то есть там где тренинги проходят один раз показать все взорвешь я понимаю для того чтобы один раз показать мне нужна программа не нужно туда вкинуть полтинник да смотри почему стоять на сибирской артели заводишь стартап описываешь его через первую страницу и объявляешь инвестиционно-поевую инвестиционную игру на разбор 50 тысяч рублей то есть тут же набираешь 50 тысяч рублей объявляешь опцион на совладение опцион на совладение за работу то есть кто-то вложится работой за совладение проектом и через какое-то время используя вот те идеи которые сказал александр а сколько это 50 тысяч 50 тысяч сейчас начать инвестировать то есть вещь который если ее не бросать и регистрировать полностью все официально она должна взрывать она взрывает я уже третий год проверяю я кого-то на взрывал мы пендели не хватает ну либо пендели либо партнера еще одна идея по мотивации кстати еще одна идея сделать клуб много договорений будет снова сделать клуб назначить что надо сделать одну вещь назначить день месяца который повторяем выбрать его и сказать нам всем ребята вот в этот день мы собираемся все вместе я скажу что делать и уже то что мы поработаем вот этой вот штукой взять нас деньги за это вопрос про монетизацию взять на деньги но я за инвестиции проект не не утре можно на понимание что просто сейчас некая программка сделано да что сейчас не прототип прототип есть прототип можно взять флешку вставить и послушать программа как чем суть программы суть программа в том что у меня есть некоторые такие как как сказать прототипы записаны прямо на телефоне могу показать слово абракадабра который не несет никакого смысла и она там абракадабра абракадабра база есть да а есть база кого есть база да а дальше я так прикидываю что на первом этапе легче всего тренироваться в машине когда ты едешь один у тебя есть время и выбираешь и эта программа тебе позволяет записать и ты записываешь к примеру ну на первом этапе записываешь пять повторений одной интонации не попал не попал она теперь второй раз говорит и и не вопрос смотри вот меня подвините перебил но но все-таки но уточнение я тут есть база данных 48 интонации до 8 но что он не больше полтинника интонации да и каждая интонация названа значение есть мандарская у него и не вот скажи программа который вот по которой ты говоришь она может определять тональность голоса пока нет нет и чтоб сказать вот ты сейчас сказал так как сказал за полтинник нет за полтинник нет но я видел прототипы которые позволяют визуализировать в окошке твой звук да но она в полки никого не напишешь это уже где-то там в пределах 500 тысяч инвестиций можно сделать такую программу которая теперь будет определять и визуализировать подожди а можно просто воспроизводить записывать и воспроизводить твое вот я просто видел программу давно они до помощи ты же ничего не стоят это когда ты английский язык изучая я говоришь да я верю ты правильно сказал нет ты неправильно сказал вот я ошибся вот здесь да да есть это те же анализ звука она стоит 250 так вот смотри если мы говорим какой-то бизнес-продукте да то вот курс тренировочный да это вот один бизнес-продукт который можно вообще ну то есть и не превращать в какую-то там систему да а если говорить о продукте который можно распространять буквально веером миллиардными тиражами то конечно это должна быть программа которая тренирует тот или иной навык или набор навыков и тогда она должна определять вот сейчас ты сказал восторженно вот сейчас ты сказал со страхом вот и тренируешь например командирский голос вот такие интонации соответствует командирскому голосу ты попадаешь не научись там какие-то набор упражнений ну то есть какой-то обучающий комплекс ну вот если это продукт в виде обучающего комплекса да то его можно продавать за хорошие деньги он на галерарные можете понимать но это инвестиции уже это порядка от одного до трех миллионов получит убить и миллион и человек слишком много считать не не это если ты серьезные деньги то есть это это нормальный такой маркетинг там упаковка и еще все все к нему и рекламная какая-то поддержка там масса есть задач которые нужно решить потому что не решив одну из них ты можешь попасть ситуацию когда я не увидел я имею ввиду не узнали или не мне я пытаюсь сейчас сужая как двигаться вот в дай у меня тут вообще проблем нет я настолько все четко вижу и есть даже просчитаны какие-то вещи ты лучше покажи как двигаться вдаль когда ты ставишь самую большую цель и остальных присоединяешь на мелких да мне сейчас тут самый первый шаг для меня сложен вот именно вот этот старт там я испытываю сложности для меня это сложно дается а как ее вывести рождей на старт вот сейчас ты хочешь идей на старт да 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 идея именно на старт создать первые инвестиционные деньги и там уже появится а уже когда сделать первый шаг там дальше думать описать я еще раз повторю описать бизнес как только ты его опишешь сразу будет понятно о чем можно будет понятно в чем присоединиться мои знакомые бизнеса которые ну как-то так крупными экономическими системами да как управляют них они тратили большие деньги серьезные деньги средства на прохождение таких тренингов по публичным выступлениям на уровне совещания на уровне митинга там и так далее и ну сто тысяч сотни тысяч рублей но до этого нужно продукт упаковать и довести а я сейчас веду речь о таком ну а о том что на мой взгляд что можно сделать быстро для себя тренироваться в машине быстро для себя идеи как запустить как запустить мобильное приложение мобильное это уже за эти рамки это уже мобильное это уже пределах 250 тысяч любое мобильное приложение на момент тестинга это идея на момент тестирования этой системы выложите в интернет но люди как бы пользуются со скидкой да мы дают обратную связь потому чего не хватило и то есть это уже будет при этом денег и одновременно усиление экспертиза проекта видишь андрей вот и не в качестве критики да все таки не в качестве прошу меня правильно понять да в качестве все таки обратить внимание на некоторые вещи сейчас какой-то такой мир стал до что проще сделать стартап который разойдется в интернете миллиардным тиражом может быть проще сделать организационно финансово проще чем ну найти вот даже 50 тысяч рублей на то чтобы что-то сделать которое отобьется маленькая но которая отобьется на уровне вот маг мелком я все тебя понимаю прекрасно но я также думаю но почему-то по каким-то причинам проект стоит уже второй год поэтому я принимаю другую стратегию да то есть условно говоря сказал я считаю то что люди просто так не встречаются тем более в таких пространствах не понимаю что полтинник с точки зрения развития даже инвестиции в самого себя это вообще фу это говно вопрос то есть есть куча тренингов которые гораздо больше стоят но я на себе испробовала эффективность я объявляю лично вы даю гарантию что там эффект просто дикий окей уважаемый капитан вы 25 минут прошли что было ценно для меня самое ценное это конечно вопрос по обсуждение вообще каких-то условий да и вот это потенциально ценно это это как номер один и второе это вы вынос на сибирскую арте это как служит такой важный но вы не знаете пока эмоционально вот так распределим место вот я бы выделил 2 2 вот эти части части так час еще посмотрю а сделать клуб и брать деньги да это тоже вот из того что я записал что касается и куда это развивать да они нормальные но там что-то такого я не могу выделить что мог резко меня взорвало поскольку это где-то но уже из набора тех которые были да а вот собственно говоря а сибирская артель я в этом думала и да я уже думал об этом а ты меня смотивировал и договоренности доли бизнеса вообще классно я готов и вот создать а может быть ты же делал какие-то проводишь это практика собираешь группы а ты по этой тиме можешь группу собрать ну хочешь ли точнее это же тоже как бы ну собрал всех нафиг по рублю да и вот тебя об начинаешь их обучать раз в месяц чему-то там и раз в неделю я понимаю ну просто вопрос посмотри вот есть я пришел я бы понимаю пришел мне там не хватает партнера у меня есть сильные качества а есть слабые качества вот я не знаю либо мне самому блин развивать в себе слабые качества но ты понимаешь как что для меня делать какие-то действия я там иду мне проще идти вторым номером если кто-то артель описываешь проект и говоришь акцион на совладении мне нужен партнер который бы меня пинал и делал какие-то конкретные шаги и действия вот денис создал круг я его периодически то администрацию вытащил да ну я понимаю что денис есть вот я уже в паре с ним я могу его там раскачайте вынести ну иногда ему всякое бывает вот в этом плане мне какие-то действия такие значит собрать группу я от этого где-то внутри испытываю дискомфорт я не знаю что это либо моё что-то либо это вообще в принципе не моё а если кто-то придет скажет андрей у тебя завтра группа вау я все брошу и проведу и кайфово слушай распределяй в общем я готов поучаствовать в этой штуке с удовольствием и нет если очень интересно то есть материально профессионально экспериментально экспериментарь на связи есть сколько человек национально порядка 100 человек ну вот продажи нет продажи 10 человек Александр как классные ребята ну чё я даже по давай распределяем так так